Приветствую вас, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, мировая история состоит из великого множества событий – войн, революций, побед, поражений, открытий. Поэтому человека с детства учат запоминать эти события, определять их смысл и влияние на экономику, культуру, общественное сознание. И вот среди множества событий, великих и малых, есть в мировой истории события, ни с чем не сравнимые по его значению, не сравнимые для судеб человечества. В последнее время многие с завидным упорством стараются его выставить как неправдоподобное. С этим событием борются как с принадлежащим не только прошлому, но и современности. О нем спорят, его разоблачают как небывшее, над ним смеются, его отрицают. И вот выходит, что событие, которого по утверждению некоторых и вовсе не было, живет в памяти людей уже более двух тысяч лет. И больше того, изнутри определяет мысли, поступки и самосознание миллионов людей планеты. Событие это – распятие и смерть на кресте Иисуса Христа по приговору римского губернатора Понтия Пилата. Описанное в Евангелии, оно не перестает поражать нас, сколько бы мы о нем не читали. Почему был казнен нищий бездонный учитель, о котором говорится, что он никакого зла не сотворил? Мы читаем об этом в Евангелии от Луки, 23 глава, 41 стих. Откуда эта ненависть к беззащитному праведнику? И, наконец, почему эта казнь, этот крест так запомнились, приобрели такую непобедимую власть над человеческими сердцами? Верим мы в Бога или нет, мы не можем отрицать, что человечество веками соединяло с этим событием некий особый смысл, видело в нем символ чего-то бесконечно значимого и прямо относящегося к жизни всех и каждого. Символ чего же? Давайте всмотримся в это событие так, как если бы только что мы о нем узнали. И первое, о чем говорит оно нам, это о великой и иррациональной силе зла в мире. Ведь Христос не произнес ничего, кроме слов любви. Не звал ни к чему, кроме совершенства и правды. И если есть на земле образ совершенного человека, то это Он, Христос. И вот Он предан, распят, убит. И это сделали люди, такие же, как мы, не хуже и не лучше. Призыв к любви и заповедь добра потребовали от них слишком многого. И они этого не вынесли. Второе, что узнаем мы, вдумываясь в распятие и смерть Христову, это то, что мы, вопреки всему, остаемся с Ним, распятым, с жертвой, а не с палачами. Мы не можем забыть человека на кресте, и, глядя на него, открываем в себе любовь и сострадание. Но главное, осуждаем это распятие. Мы говорим, этого не должно было быть, это неправда и зло. А распятый Христос превращается в суд над миром, в его распятую, но живую совесть. Мы живем в мире, где попирают и распинают добро. Мы смотрим на это распятие, на это попрание добра и соучаствуем в нем своим инстинктом самосохранения. Но в нас живо сознание, что такое соучастие есть предательство и зло. И в этом наша память о Христе, в этом наше человеческое самоопределение. Есть внешняя история, блески и успехи, взлеты и падения. И есть история невидимая, история пробуждения человеческой совести, история победы человечности в людях. Символ этой истории – крест. И созерцая его, мы снова и снова, сколько бы ни падали, ни изменяли, делаем свой человеческий выбор. Быть жертвой, а не с палачом. С любовью, а не с ненавистью. Подумаем над всем этим. Ведь так символ величайшей трагедии преображается в символ победы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok